Впереди выходные, и они могут стать настоящим культурным приключением, если поехать в Тулу. Город по праву называют третьей музейной столицей после Москвы и Петербурга. А все благодаря вот такому кварталу. Он появился два года назад. Здесь 11 музеев, в том числе филиал исторического музея. И дальше только интереснее. Сегодня подписано соглашение, что тут появится представительство театрального музея имени Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Репортаж Дмитрия Кулько. Тулу сравнивают даже с Флоренцией по количеству музеев на квадратный метр. У нас, куда ни пойди, придешь в музей. Самовара, гармония, советские игрушки. В выходных не хватит все обойти. С открытием этого музейного квартала Тула вошла в большую музейную тройку страны. Вслед за Петербургом и Москвой. Вот единственный филиал исторического музея на Красной площади. Многие экспонаты впервые покинули столицу. В Тульском филиале исторического музея можно узнать, какой была на ощупь одежда Ивана Грозного в детстве, из конского волоса. А еще потрогать слепок головы Петра Первого. Он был сделан при жизни императора. Здесь также можно примерить на себе государственную награду 19 века. Вот этот перстень с профилем Александра Первого. Нагуляв аппетит, посетители находят музей тульских пряников всех форм и вкусов. 300 лет назад пряности на вес золота. Родина их Индии до Ближнего Востока. То есть пряники с петрушкой делали? Ну были такие. Обошлись без экспериментов. О, какие они красивые получились. Я приготовил настоящий тульский пряник. А он еще и теплый. Он совсем другой, да? Свои тайны готов открыть посетителям и 500-летний тульский Кремль, выдержавший все набеги. Под нашими ногами 16 век. Находки, которые мы здесь видим, это вот фрагменты керамики, есть даже наконечники стрел. Бывают и сенсации. Вот из грунта археологи достают пернач. Деревянное оружие уцелело за пять веков. У нас дерево очень хорошо сохраняется, потому что здесь в Кремле очень много воды. Она как бы их консервирует. Ну и куда город оружейников без огромного музея оружия? Здесь 15 тысяч экспонатов. Как корабельные пушки, так и крохотные пистолеты. Они настоящие, огнестрельные. Так, проделывая ювелирную работу, пытались перещеголять друг друга выпускники тульской оружейной школы. История, атмосфера и, конечно, красивые фото из-за музейного бума в Тулу каждый год приезжают уже по миллиону туристов с семьями, с друзьями. Мы студенты, решили выехать из Москвы. Помню Тулу шесть лет назад. И то, какая она сейчас, это действительно замечательно. Перемены продолжатся. В историческом центре Тулы появятся филиалы еще трех федеральных музеев. Политехнического, театрального имени Бахрушина и древнерусской культуры и искусства Андрея Рублева. Соглашение сегодня подписали глава Тульской области и министр культуры. Там созданы все необходимые условия инфраструктуры. И, как говорят специалисты, эксперты, получилось сохранить старые традиции, старую Россию в образовании новых городских пространств европейского качества. Люди, которые приезжают отдохнуть, нам хочется, чтобы их дети прекрасно проводили время в музеях. У нас есть пространство, где можно ребенка провести на два, на три часа. И это будет и познавательно, и весело, и интересно. Вот можно решить задачки Льва Толстого для крестьянских детей. Часть этих экспонатов переехала в новый филиал из Ясной Поляны в Тулу. А эту уникальную выставку от Дмитрии Донском перевезли из музея Куликова поля, которое находится недалеко от Тулы. И куда, по выражению Гумилева, на битву уходили владимирцы и суздальцы, а вернулся единый русский народ. Так, изучая прошлое одной области, чувствуешь гордость за историю всей страны. Дмитрий Кулько, Алексей Шишкин, Владимир Гриневич, Андрей Морозов, Елена Штоколова и Сергей Клишин. Первый канал.